Войнам ВСУ поставили новое вооружение, очень грозное. Солдатам России в ответ тоже поставили новое снаряжение, очень странное. А вы там не в чахтах в своих штабах сидите. Это что такое? Что такое? Вот чего, какой правды вы хотите? Такой, чтобы, извините, обделаться и дрожать от страха? А смысл тогда? Какие генералы, такие и поставки. Что опять стряслось в семье Кадырова? А также 180 бутылок водки, элитные коньяки, джин-текила и много другого бухла. В Кремле будет праздник. Родственник какого топового чиновника попытался украсть 8 миллиардов рублей, а теперь спокойно развлекается вместо суда? А в конце расскажу невероятный секрет богатства от министра из Казахстана. Это будет нечто. Дождитесь. Привет, я Андрей Засаднюк и с вами снова программа «В тренде», где мы обсуждаем самые горячие и скандальные новости, которые будоражат соцсети. И начнем с просто отличных новостей. Наши защитники дали отпор агрессорам в Харьковской области. Спустя всего 11 дней после того, как оккупанты перешли границу, их наступление застопорилось. По крайней мере, так утверждает военный эксперт западного издания «Бильд» Юлиан Ребке. Все благодаря американскому оружию, которое уже сейчас на месте и уже сейчас крошит врага в капусту. Бомбы GLSDB, джавелины, снаряды 155 мм – все это уже показывает россиянам, где раки зимуют. Только за понедельник захватчики потеряли там аж 67 единиц бронетехники. Офицеры ВСУ говорят, если мы сейчас покажем, что можем остановить наступление на Харьков, то враг даже и думать не посмеет о походе на Киев, Чернигов или Сумы. Вот это я понимаю – боевой настрой. А тем временем, вот вы не поверите, но Минобороны России решила в одностороннем порядке взять и передвинуть границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Видите ли, старая граница, утвержденная еще в 1985 году, им не нравится. Хотят себе побольше акватории отжать. Мол, устарела, она не соответствует географической обстановке. Зачем эти международные договоренности, все вот эти консультации с соседями? Нет, сами с усами взяли и перекроили карту как душе угодно. В лучших традициях – диктатуры. Теперь, значит, Балтика – это якобы внутренние воды. Чтоб туда можно было хоть флот расквартировать, хоть ракеты ставить. Шведы тоже на ушах. И главнокомандующий прямо заявляет, что Путин глаз положил на остров Готланд. А это ключ к контролю над Балтикой. Но вот если отбросить иронию, то ситуация, конечно, аховая. Это практически открытый вызов странам Балтии и НАТО в целом. Неспроста Песков говорит, что уровень конфронтации в регионе зашкаливает. И якобы им нужны какие-то шаги для защиты своих интересов. Хотя, тем временем, Черноморский флот все больше и больше передвигается лишь на дно. А сухопутные войска на концерт Кобзону. Вот так вот эти дроны совместно с ВМС Украины эффективно отработали по позициям россиян на Кинбурской косе. Как отметили в СБУ, враг получит еще много сюрпризов и сюрпризов неприятных. Наши малыши Си Бэйби теперь оснащены системами ГРАД и уже вовсю минусуют оккупантов. И я вам скажу честно, это просто фантастика. Фантастика, на что способны наши умельцы. Ведь Си Бэйби это не просто дрон, а получается целая боевая платформа, которая постоянно совершенствуется. И результаты говорят сами за себя. Враг несет потери, а наши защитники получают все новые возможности. Как говорится, врага все-таки будет ждать еще много и много бавовны. По итогу удары беспилотников в СБУ уже нанесли захватчикам ущерб на миллиарды долларов. Но вот еще больше поражает просто невероятная изобретательность украинских оружейников. Вдумайтесь, на маленький морской дрон они сумели установить и ракеты воздух-воздух, а теперь еще и РСЗО достойно. Но знаете ли, в ответ захватчикам тоже пришел своеобразный ленд-лиз от их Минобороны. Уважаемое руководство 70-й дивизии, а скажите, пожалуйста, вы там не в чатных своих штабах сидите. Это что, драк? Что? Нет, ну это, конечно, невероятный троллинг со стороны своих же генералов, но знаете ли, все же правильно, логично. Где обещанная БК? Где обещанная жразь-то? Что это нахуй? Нахуй там трупные мешки. Чтобы что? Что мне рассказывать пацанам? Что мне рассказывать пацанам, которые на штурм идут? Что государство о них позаботилось? Мешки прислало? Вы что там? Это явно намек, что в такие штурмы не надо ходить. Тогда и пакет этот не столь, вероятно, таки пригодится. А еще лучше просто убраться из Украины и остаться целым. А пока и россияне в тылу, и, как видите, захватчики на фронте затягивают пояса и считают копейки, дорогие чиновники решили побаловать себя элитным алкоголем. Ну что же, они так упорно трудятся. Им, наверное, можно. Управление делами президента России разместило госзакупку на приобретение целого арсенала дорогущих напитков. Видимо, в Кемле теперь праздник каждый день. Не то, что у простых смертных. И вот что же будут пить эти слуги народа, пока этот самый народ затягивает пояса? Шампанское, майот шандон, империал блюд. По цене почти 8 тысяч за бутылочку. Это раз. Коньячок Хенеси Весоп за 8 с половиной тысяч. Это два. Конечно же, куда без Рями Мартин Весоп за скромные 8 тысяч рубликов. А еще в списке есть и мартини, и джин, и текила. Ну, в общем, все, чтобы устроить вечеринку века. Конечно же, за счет бюджета. Особенно порадовала любовь управленцев к водочке. 100 бутылок заказали одной марки и еще 80 другой. Это, видимо, чтобы русский дух остался вот так вот на утро, на закуску. А вот что, кстати, вы думаете по этому поводу? Считаете справедливым, что власть имущие живут как короли, а простому народу надо вот так вот выживать? Пишите свое мнение в комментариях. А также буду благодарен за ваши лайки и подписки на канал. А вот сынулю Рамзана Кадырова Ахматов. Его 18 лет взяли и назначили министром спорта республики. Да, это того самого, который буквально вчера еще был министром по делам молодежи. Ну, видать, за сутки так возмужал, что сразу же пошел на повышение. Да и вообще, у них там в Чечне сейчас прям семейный подряд какой-то, ну, особо жирный. Дочь Айшат, министр культуры и вице-премьер. Другая дочь Хадижат, первый замглавы правительства. Зетек Рамзан Висмударов на место Ахмата в Министерство по делам молодежи сел. Ну, то есть, куда ни плюнь, везде свои. Вот так вот в Чечне полным ходом идет еще большая и большая кадеризация всех органов власти. Родственнички Рамзана уже 9 из 23 постов в правительстве заняли. А вот смотрите, это вот так вот весело гуляет Роман Бабаян. А он шурин самого Радия Хабирова, руководителя Башкортостана. Но там разгорается нешуточный скандал с участием сильных мира всего. И вот этот главный герой всего-то навсего захотел по легкому срубить почти, вдумайтесь, 8 миллиардов рублей. Ну а что, шурин ведь никто не будь, а все-таки глава республики, значит, можно провернуть такую аферу. Схема проста до безобразия. Подделал договор займа на 150 лямов, состряпал фейковые видеосделки, заверил все это у нотариуса и готово. Теперь сиди и жди, когда денежки потекут рекой. А вот в роли, простите, лоха, его же партнер Андрей Кноваян. Ну вот не повезло мужику с компаньонами. За это шурин Хабирова теперь под судом и под домашним арестом. И он должен являться на судебное заседание. Но вот незадача. И он, и его адвокат постоянно жалуются на плохое самочувствие. И в суд не приходят. Ну а тем временем, как вы сами видели, всплыло это видео с московской вечеринки. Вот такая вот болезнь. Похмелье, наверное, после гулянки помешало явиться в суд. И не раз. Так что желаем Роману Бабаяну скорейшего выздоровления и неминуемой встречи с правосудием. Ведь оно, как известно, самое гуманное в мире, в России, особенно к мошенникам и прохиндеям. Не болейте. Друзья, вы вот как считаете, правильно ли дали домашний арест человеку, который пытался украсть почти 8 миллиардов рублей? Может, кто так и следовало бы в СИЗО? Делитесь своим мнением в комментариях. А теперь к новостям партии власти России. Той самой «Единой России». Она придумала просто гениальный способ поддержки семей погибших в войне. Попросить якутских охотников пожертвовать для них убитых уток. Так, друзья, тоже присоединяйтесь. В морозильник стоит здание из Уфу, Куфене. На первом этаже. Вот первая партия уток. 15 штук. Вот она, забота о народе в действии. Партия, которая более 20 лет находится у руля страны, которая распоряжается всеми природными богатствами и получала за это триллионы нефтедолларов, предлагает простым якутам самим пойти настрелять дичи и самим принести ее в специальный морозильничек, маленький, кстати, с гордым благотипом «Единой России». Вот это называется верх цинизма и верх издевательства. Но вот самое поразительное, это все же не какая-то там мелкая волонтерская инициатива. Это официальная акция, которую с помпой анонсировали и пропиарили на канале якутского отделения партии. Не постеснялись даже выложить это жалкое видео. Вот первая партия уток. 15 штук. Вот так вот, как отправлять солдат на бессмысленную и незаконную войну, тут партия власти первая. А вот когда встает вопрос о реальной помощи и поддержке семей, тогда извольте, граждане, сами побегайте по лесам и сами притащите добычу в наш партийный ларек. Вот это и есть ваш патриотический долг. Давненько я не рассказывал про перлы несравнимого Владимира Соловьева, но сегодня он просто переплюнул сам себя. Представляете, он в студии раскрыл убийство президента Ирана прямо в эфире со ссылкой на сверхсекретные источники в лице французского журналиста, который просто пошутил про вертолет. Нет, ну серьезно, это новый уровень аналитики. Сегодня неожиданно французский канал выдал такое. Группа «Хамас», высказывающаяся в Телеграме, утверждает, что пилот вертолета был агентом МОСАДА. Он даже называет имя «Эликопта». «Эликопта» – это просто игра слов, мол, президента убил вертолет, ну по-английски «геликоптер». Но нет же, гений Соловьев принял это за чистую монету, хотя сейчас это популярная известная шутка в интернете. Израиль, который считает, что он вправе делать все, что угодно, и Америка, которая дает просто зеленый свет на любое преступление. Почему они говорят, можно убить Дарью Дугину? А почему в России, почему нельзя убить руководителя, одного из руководителей Ирана? То есть, если следовать логике Соловьева, то убийство Дугиной – это прямо руководство к действию. Раз им можно, то и россиянам якобы сам Бог велел. Без доказательств, на основании шуток и конспирологии. Мощь. Ну а теперь на пьедестале позора звезда пропаганды, неподражаемая Анна Витязева. Та самая, которая на днях закатила натуральную истерику в ответ на всего лишь требование людей говорить правду о ситуации на фронте. Вот чего, какой правды вы хотите? Такой, чтобы, извините, обделаться и дрожать от страха? А смысл тогда? Вот вам от этого знания что? Ни людей, ни машину уже не вернуть. Но при этом давать повод противнику праздновать промогу? Это просто феерично. Получается, по мнению пропагандистки, люди просят правды только для того, чтобы обделаться и впасть в панику. Других вариантов, что ли, не существует? Вы получаете какое-то нездоровое удовольствие, когда вам выходят и рассказывают, что да, у нас там где-то какой-то корабль был подбит или сбит самолет. Министерство обороны, которое рассчитывает на 10 шагов вперед каждое свое слово. Ну хорошо, вы это узнали. Вам что? Вам легче стало? Но нельзя простым смертным лезть в эти дебри. Минобороны вон на 10 шагов вперед просчитывает каждое слово. А люди это ненужные свидетели. Нечего, понимаете, рисовать нос в святая святых в сводке с передовой. А то, не дай бог, узнает, что не все так гладко и давай праздновать поражение да подрывать боевой дух. Вода в заднице не держится. Впереди паровозы бегут. Все рассказывают. Вот все у них, все. Вот оно нараспашку. Смотрите. Вот смотрите, как у нас здесь. А теперь давайте порадуемся за наших братьев из Казахстана. У них там министр торговли отжигает реально не по-дески. Просто послушайте этот шедевр государственной мысли. Амбиций, когда казахстанцы перестанут тратить более половины своих доходов на продукты. Здесь вопрос надо так ответить. Значит, есть такое хорошее выражение. Не бойтесь больших расходов, не бойтесь маленьких доходов. Нужно зарабатывать нам больше, производить больше. Вот это я понимаю. Мотивация. А то ишь, расслабились. Ползарплаты на еду тратят, еще и ноют. Надо, значит, брать пример с министра. И не бояться тратить еще больше. Ну и, конечно, побольше вкалывать. А то, что цены кусаются. Ну так это, господа хорошие, знаете ли, рыночек порешал. Вам не нравится? Ну, значит, извините, мало зарабатываете. Просто зарабатывайте больше.